Ребята, сегодня в творческой лаборатории мы продолжим работу над нашим проектом. Давайте мы вспомним, какой же у нас сейчас идет проект. Ну-ка, откуда берется молоко? Откуда берется молоко? Все верно. В творческой лаборатории дошкольника «Робостарт» дети приходят заниматься один раз в неделю. Объединившись по группам, дошколята смело принимаются за работу. Они создают свои модели из современных конструкторов, следуя пошаговой инструкции. Каждый модуль – это часть большого проекта под названием «Откуда берется молоко?». Амелия Гули со своей подружкой собирают певчих птичек, чтобы улучшить настроение у коров, которые дают молоко. Сейчас нужно пить молоко, и ты будешь здоровым. У тебя будут крепкие зубы, и не будешь так часто болеть. Ты будешь хорошо видеть, у тебя будет хороший мозг. Денислан Буканбай трудится над созданием робота-технолога. Он должен получиться красивым и быть всегда в движении. Программированием дети занимаются под руководством воспитателя. Мы делали робота-инженера-технолога. Робот для того, чтобы смотреть за молоко. Он делает разные молочные продукты. В детском саду «Березка» кадры будущих инженеров воспитывают с юного возраста. Здесь год назад решили в работе с детьми использовать современные конструкторы и робототехнические модули. Написали проект творческой лаборатории «Робостар», защитили его на окружном уровне и получили статус региональной инновационной площадки. Дети изучают новые современные конструкторы, учатся ими пользоваться, изобретают свои модели, усовершенствуют имеющиеся базовые в базовых наборах. И с использованием этих всех конструкторов создаются проекты творческие. И представляем их, и своими сверстниками делятся опытом, и в том числе на муниципальном уровне. Большой проект «Откуда берется молоко» создавался из множества моделей. Дети придумывали настоящую ферму с коровами, каруселью, упаковочным цехом, транспортной лентой, по которой молоко в пакетах доставляется прямо в детский сад. Базовые модели, которые предусмотрены в конструкторах, настолько усовершенствуются, что не каждый взрослый может догадаться, как можно ту или иную деталь использовать, как можно из обычного трактора сделать комбайн, косилку, что к нему придобавить, чего не хватает, как усовершенствовать, чтобы добиться цели. Результат, конечно, есть. И самый большой результат – это значительное повышение активности познавательной, потому что им это очень нравится. Они на практике получают возможность здесь и сейчас применить и реализовать свой замысел. Не просто нарисовать, а в практической части реализовать то, что они задумали. Сегодня в копилке у ребят проект-конструктор «Комбайн по переработке хлеба» – поливочная станция для выращивания ели и сосен. Все свои изобретения ребята представляют на обозрении воспитателям дошкольных учреждений Белоярского района на семинарах и конференциях. Инна Бугрова, Петр Михайлов, Белоярский. Время новостей.